Многие христиане сегодня, они не слышат голос Божий, потому что очень много шумов в их жизни. Очень много там фильмов, очень много рок-музыки, очень много там порнографии, еще чего-то. Будучи христианами, они как бы думают, что это значение не имеет в отношении с Богом. И вот он говорил о том, что если убрать вот этот мусор, то ты начнешь четче слышать голос Божий. Я, будучи христианином, решил испытать это. Я поубирал весь мусор, и об этом есть целая тема, мне тоже об этом говорю. И в опыте я убедился в этом. И Бог, знаешь, вот интересно, Христос разговаривал, когда с Никодимом, он упомянул такую фразу. Он говорит, что так бывает со всяким рожденным свыше, что слышишь голос, не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Как дуновение ветра. Вот это сравнение такое, как дуновение ветра, да, он тихое дуновение ветерка. Это не какой-то громкий клич, как ты помнишь, да, история с Ильей, когда он пришел, убегал, убегал, пришел на эту гору. Бог с ним начал общаться, и сначала там буря, огонь, но не в этом был Бог, а тихое дуновение ветра. И вот я убедился в том, что Бог общается с нами тихим дуновением ветра. И чтобы слышать этот голос, я вот для себя принял решение, я уберу все лишние шумы. Я не буду допускать в своей жизни лишних шумов, чтобы они заглушили голос. Потому что я очень дорожу его мнением. И мне очень важно, чтобы быть всегда с ним на связи. И я стараюсь как бы сделать это в своей жизни. Я делюсь этим опытом с людьми. Люди потом мне расскажут, что у них начинают перемены в жизни происходить, когда они попробовали. Ты знаешь, как вот я такой недавно буквально пост предложил сделать, да. Пост, перестаньте смотреть телевидение, там буквально фильмы, мультфильмы, там рок-музыку. Хотя бы один месяц. Не смотрите новости, не лазите вот в чатах всевозможных, в соцсетях. Там название даже, соцсети, сети. То есть тебя как будто ловят в эти сети, да. И попробуй хотя бы месяц просто пожить вот именно, почитай духовную литературу, произмысляй, поедь на природу, семью куда-нибудь. Вы настолько четко начнете слышать голос Божий, что не нужно будет, чтобы, знаешь, голос с неба был, чтобы там стены тряслись. Достаточно будет того, что ты будешь вот, как, знаешь, как вот. Мне нравится такое сравнение, об этом Дэвид Гейс тогда сказал. Он говорил, что как командир, когда говорит своим солдатам, ну, представь, спецназ, да, какой-то там, самый высокого уровня, да, спецназ. И когда там командир говорит что-то, он два раза не повторяет. Только его голос услышали и выполняют. Вот то же самое в отношениях с Богом. Когда мой командир говорит, для меня это честь выполнить то, что он мне говорит. И таким образом мои отношения улучшаются и укрепляются. И с каждым голосом, с каждым днем мне становится яснее и четче, понятнее голос Божий. Но если я начну препятствовать, ну, Бог мне будет говорить, я не буду делать. Это придет потому, что я перестану вообще слышать его голос. Это так же само, как бывают дети, да, дома. Родителям что-то говорят, они сидят заняты там за компьютером, за телефоном. И родителям говорят, 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 он не слышит ребенок. Что, родители не говорят? Или они хуже стали говорить, чем раньше говорили? Да нет, так же, просто ребенок отвлекся. И вот нам важно помнить, что дьявол делает все, чтобы погубить нас. А он нас может погубить, если мы перестанем слышать голос Божий. И вот тоже, если позволишь, да, один вот текст, который мне позволяет отличить голос Божий. Исаия 8 глава 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это слово, то нет в них света. Мы сегодня вообще живем в конце мировой истории, я так верю, что это конец мировой истории. И слово Божие говорит о том, что дьявол попытается исказить закон Божий. И вот слово как раз вот, если мы будем обращаться к этому тексту, Исаия 8, 20, мы сможем разоблачить антихриста, который придет власть антихриста, вот эта система вся. Если мы будем с вами, потому что говорится, обращать их к закону и откровению, именно против закона будет идти речь, именно против субботы. Я понимаю, что, ну, разная аудитория, я понимаю, что я, мои взгляды, я строю на Писании. Я не стараюсь подстраиваться за какую-то религию, да. Для меня важно, что говорит Господь. Но его мнение – это Писание, и оно неизменное, я так понимаю. Если допустить мысль, что Библию можно там где-то дописали, где-то там что-то лишнее написали, где-то не то, где-то все, то тогда у тебя не получится. У тебя не будет твердого основания. Я свое твердое стою на Писании. Ветхий, Новый Завет я принимаю как есть, и я на основании этих текстов, библейских, историй библейских, я могу понимать, как Бог ожидает, чтобы я действовал. Хорошо. Ветхий, Новый Завет. Ветхий, Новый Завет.